Всем привет, с вами Нильвгорн, это средневековый инженер и сегодня будет опять замок. Сегодня я буду обозревать постройку Ауксимум. Ауксимум. Ник у него такой. Это он, это постройка. Я ни в коем случае не претендую на постройку, поэтому давайте оценим. Конечно же, сначала издалека и... Я уже не знаю, честно. У меня, наверное, будут повторяться слова, но... Здесь человек подошел так. Он подошел издалека и она не до конца достроена. То есть центральная часть, вот те задние башни, которые торчат, они не достроены, к сожалению. Но почему я ее как бы решил показать, эту постройку, если даже она не достроена? Как человек подошел. То есть он, ну, к постройке он подошел очень... Ну как, кардинально. И то есть везде есть свои детали. В данном случае это стены, но какие стены? То есть уже издалека видно, что они необычные, они не просто гладкие, они... То есть с каким-то узором. Вот здесь вот дорога... В идеале бы здесь вот, конечно, вот шикарно смотрелся какой-нибудь мост переходящий. Вообще бы шикарненько смотрелся. На мой взгляд. Видно, что... Тут выравнивались горы. Убирались прям, видно, вот. Такими пластами. Очень, кстати, хорошо сделано в том плане, что... Ну, пластами убрано и как будто бы реально люди срезали... То есть рабы какие-нибудь там, да? И, честно говоря, даже не на замковые стены похоже, а на какую-то храмовую или что-то такое... Какой-то монастырь, ну, наверху горы где-то так вот. Очень классно сделано. Очень симпатично. И, заметьте, я даже, я даже, честно говоря, не... А! По-моему, это вот таким вот блоком... Да-да-да, вот такими вот блоками сделано. То есть боковыми... Как бы это правильно? Блин, как это называется? Боковые бойницы, вот. Когда на лестнице, допустим, на подъем. Смотрится просто шикарно. Вход просто вообще офигенский. Нету никакой решетки, к сожалению. Но, я думаю, это дело, так сказать... Нет, в этом не будет проблемы. Но, блин... Представляете, как он здесь все выстраивал? Каждую детальку. Вот это тоже же какой-то был... А! Просто повернутый, по-моему, да. То есть вот, все понятно. Вот. На восьмерочку вот этот блок. Просто, да, все понятно. Вход вообще просто вот... Давайте пролетим. Мне очень нравится вход. Просто прям вообще-то сурово. Представляете? Ну, предположим, если почему-то вот... Под музыку сейчас мне сразу представилось. Не какой-то храм, а... Здесь такие, ну, там... Бедняки сидят, стражи стоят. Терейки такие пытаются проехать. Тут гамот, гомот. На лошаде какой-нибудь садик проскакивает. Тут кого-то проверяют. Тут в бок еще там пару повозок. Звери тоже их проверяют. Шерстят. Блин. Ух ты, вообще... У меня слов нету. У меня реально нету слов. Ну, как вот видите, да? То есть центральная часть, она просто пока что... Это коробка, поэтому не достроен. Но сами башни, стены... Это просто что-то эпическое сделано. Поистине круто. Единственное, я смотрю, что эта башня... Она просто толстая. Представляет, какие стены. В конце мы обязательно что-нибудь не разрушим. Но сначала мы просто походим. Я говорил, что... В этой игре, скорее всего, конечно, не получится сделать какой-то... Ну, бой, экономические драки, там, добыча ресурсов. Ну, если вы только один будете, как просто, или с друзьями. То есть, друг против друга, пару замков на большом расстоянии, на котором надо двигаться, там, лошади, караваны или что-то в этом роде. Такого, конечно, не будет. Но вот именно походить по тому, что строить... Я не представляю, как у них хватает терпения это строить, честно. Я бы... Я бы не смог. У меня бы просто... Нет. Построить что-то я бы точно смог. Я вот прямо вот заявляю это... Стопроцентный... Как бы стопроцентным... Знанием этого. Но вот достроить, как бы, вот... Начать идеи у меня всегда есть. А вот именно достроить, это, конечно, сложновато. Нет, смотрите. Тут не всё так просто. Тут везде коридорчики. То есть, везде... Смотри, бойница. Классно это как сделано. То есть, человек не просто так. То есть, бойница вот у неё здесь... Всё отстрелится. Вот когда, наверное, нападает прям... Конечно, высоко. Но, скорее всего, может быть, ниже есть тоже такое же. Что-нибудь такое же. Здесь, похоже, тоже самая комната. И что, у неё один спуск только... А, нет. Вот ещё. Ну, ладно. Это не будем докапываться к этому. Это, возможно, доработалось бы вполне вероятно. Потому что уж это незаконченная постройка. Поэтому нельзя прикапываться к некоторым моментам. Так. Здесь я спустился. Вниз ещё нету. То есть, понятно. Всё правильно я, значит, сделал. А тогда... Подо мной вход куда? А, вот в эту башню вход был. Классно. Очень классно, конечно, смотрится. Всё, блин. Я вот прямо, знаете... Ну, вот если бы ограничений этих гор не было бы... Было бы очень симпатично смотрелось, если бы здесь какие-нибудь крестьянская деревушка была. Ну, знаете, как всегда, да? Феодал какой-нибудь, да? Его форт или замок там. Или что у него там. Фортретция какая-нибудь стоит. И вокруг там... И его на землях там пашут. Хлеб сажают. Там овёс. И что-нибудь ещё в этом роде. То есть, деревни, холопы. Ну, как в Средневековье же всё. То есть, и вот они там со своей башней смотрят. Очень классно было бы, если бы что-то такое было бы сделано. Так, это у нас уже какая-то такая центральная башня. Ну, или большая башня просто. Не знаю идеи, поэтому не могу ничего говорить конкретно прямо от автора. Очень симпатично всё сделано. Блин. Даже... У меня слов нет. Ух. А вот... Эх, вот это... Вот этот момент, конечно, немножко неприятен. Ну, как-то... Так, ладно. Хорошо. А здесь что у нас? Странная. Странная постройка. Тут скидывают этих... Я знаю... Знаете, на что похоже? В одном фильме была... Я не помню, честно, какой-то фильм. Такой знаменитый фильм. И, то есть, там была решётка. Ну, вот, то есть, человека посадили за решётку. И он такой... Хватается за решётку. Дверь закрыли. И такой оборачивается. Стены нету. Есть выход как бы наружу. Но там такой обрыв в пропасть. Такой большой. То есть, и гладкие стены. По ним залезть нельзя было. Вот что-то на это похоже. Тоже вот здесь. Такие... А, бедненькие такие. Типа, страдают. То есть, ты... Что, ну, прыгнешь, ты разобьёшься, да? Там залезть... Ну, пока, допустим, нельзя как-нибудь. Очень вот... На это похоже. Почему-то у меня такое сразу. Так, ну, я так понимаю, здесь продолжается одно и то же. И по бокам вот здесь такие спуски. Отлично. Так, а как я пропустил комнату, похоже? А, я потому что по центру вышел. Да. Всё понятно теперь. Жалко не закончено. Я прямо вот сразу говорю, жалко очень, что не закончено. Потому что выглядит это всё не то, что эпично. Это просто очень эпично выглядит. И вот не хватает каких-то людей. Ну, какой-то жизни, что ли, вот в этом замке. Я надеюсь, что они со временем это всё добавят. Каких-нибудь неписей. Каких-нибудь, я не знаю, там, ещё каких-нибудь персонажей, которые будут двигаться просто не обязательно, чтобы они там делали, что-то добывали. Или у них какой-то функционал был. Просто, чтобы они двигались. Понятно, можно есть варвары. О, боже, это что такое? Это какая-то шахта прям. Ну. Явно он решил просто не доделать здесь что-то. Но здесь круто было бы, если бы какой-нибудь, ну, либо грот, либо шахта какая-нибудь была. То есть, по добыче того же самого камня, ну, на котором они из которого они строят этот весь форт, я не знаю, замок, храм, монастырь. Так. Интересно, эта башня по такому же принципу построена, как и центральная, что ли? Прошу прощения, я зевнул и прям прям ай. Так. Да, похоже... Нет, она немножко другая, она намного меньше. И так странно, вот здесь вот такие какие-то азиатские моменты похожи на азиатские. Ого, гошеньки, ого. Здесь как-то такое... Сами башни, я бы больше не знаю, не ацтекская, но что-то такое... Ну, вот именно, как будто храм какой-то, то есть, рисунки, какие-то знаки, там, оу, что-то типа деревьев, я не знаю, что он хотел изобразить, но, скорее всего, ничего не хотел изобразить, просто делал обычные, ну, необычные стены. Без изображения. Ну да, здесь уже начинает быть одно и то же, то есть, такие же бойницы, при том, вовнутрь тоже бойницы есть, что очень даже правильно, то есть, если бунт там во дворе, или что-нибудь здесь, какой-нибудь там вааа, ворвались, то есть, в принципе, ворота можно закрыть в башне, и из башни тоже отстреливаться во двор. Так, и здесь у нас какая-то... Ну, я... Явно башня сделана специально для... Ну что, здесь оборонить... Оборонять ничего не надо, ну, явно здесь либо какой-нибудь храм, либо что-нибудь такого. Висячий мост, что уже, в принципе, не новинка, и, думаю, даже его... О нем рассказывать не нужно. Сделано, конечно, очень круто, он работает. Единственное, жалко, вот, нет какой-то тележки, да, там, или коня, чтобы вот на ней попытаться проехать, чтобы, ну... Можно, конечно, там вот механизмы ходячие, есть уже ездящие, есть механизмы, что, в принципе, я тоже, возможно, покажу. Но это мост просто маленький для этого. Так вот, в принципе, сделано все просто. Вот здесь вот эта шестеренка, ну, не шестеренка, как этот блок-то называется, так, господи. Вот. Блок. То есть, ну, квадрат, а внутри крутящийся момент. И все. То есть, здесь соединены балки, между ними соединено. И все это, как бы, двигается. В этом вся и фишки есть. Тут канатами. Ну, то есть, все, в принципе, просто. Единственное, что это муторно, скорее всего, это очень, наверное, муторно было строить. То есть, каждый вот этот... Так-так-так-так-так-так-так-так, соединяет, соединяет. Тут, конечно, можно удлинять, но все равно, мне кажется, он много времени на это потратил. Так. Два раза. Вот. Вот привычки, а. Из Майнкрафта два раза прыгнул, чтобы взлететь. Так. Ну, и да, здесь либо, конечно, здесь лестница выходит, но, да, либо сигнальный огонь какой-то напрашивается, либо, я не знаю, там, потому что, ну, либо какой-нибудь реально жертвоприношение какой-нибудь, или просто какой-нибудь жертвенный огонь будет гореть. Потому что башня, в принципе, тогда бессмысленно. Ну, и ладно. Или бы башня-мага какого-нибудь, и он здесь, не знаю, творит какие-нибудь небесные тайны, ну, или что-нибудь в этом роде. Так. А нет, я не скажу, что здесь не достроено, здесь уже идеи есть. Я смотрю, он уже довольно-таки, ну, у него идеи, мысли есть, и тоже вот уже необычно это все как-то сделано. Очень интересно. Единственное, что нет проходов пока что, но это, похоже, временно. Проходы потом вырезать вполне можно. Ну, и просто... Просто замок. Ну, да, в принципе, тут еще работы очень много, потому что, я думаю, и вот на это место у него планы есть, конечно же. Ну, ладно. Я думаю, ну, как сказать, не все, но я уверен, что многие хотят этого разрушения. Так, давайте большой и маленький камни возьмем, посмотрим. Я, да, я знаю, мне написали, что вышло обновление, я там его профессионал. Нет, я видел это обновление, там, на факелы, на варваров. Я это все видел, просто решил, ну, об этом не говорить, потому что это не такое значительное обновление, чтобы оно было. Варвары, да, вот, есть варвары, их можно вот насумонить, они будут бегать, с ними можно драться, но они умирают с одного удара. И при том они, ну, как сказать, я не знаю, по какой системе они бегают, и ими как-то вроде бы можно управлять, я пока до этого не дожил, не разобрался до этого, просто мне они не нужны, мне как-то пока они не интересны. Ну, давайте попробуем просто пару камней швырнуть, все-таки интересно, как это все ломается, потому что это немало, этому немало дано в игре, потому что именно вот на разрушение изначально, это я так далеко отлетел, что чуть-чуть не хватило. Ох! Ба-бах! Ну нет, конечно, таких, что, знаете, прям бах, пол стены там разрушился, это, конечно, этого нету, потому что для этого нужно вот, неплохо. Ну, конечно, очень красиво, вот разрушение здесь это прям тоже одно из красивейших моментов, конечно. Если бы хоть в любой игре такое было бы разрушение, конечно, я понимаю, что движки, компьютеры бы это все не прогружали бы в массовом, ну, в массовом виде, но было бы очень классно. В принципе, я так понимаю, что здесь даже не получится разрушить вот так вот прям часть, потому что вот эти даже куски разрушенной стены не дадут дальше движения. А нет, вот смотрите, жалко, звуков нету, вот именно таких вот, что там бабах, там, и там крошево камня. Да-да-да, я вот это и боялся, что попадая уже в те места, которые не разрушены, они как бы уже все не функционируют, грубо говоря, все, они разрушились, они побольше, побольше. Да, конечно. Я не спорю, тоже люди создают, да, а мы рушим. Но, с другой стороны, я бы с удовольствием поиграл, если бы здесь был какой-то сюжет, знаете, там, либо там моя армия стояла здесь уже в замке, тоже какая-то армия, и этот замок мне нужно было бы захватить, я бы с удовольствием поиграл, если бы здесь были написаны сюжеты какие-то. Я надеюсь, что со временем это все будет, то есть у нас будет какая-нибудь армия, либо я буду один, и там несколько воинов будет против меня, и я там попытаюсь либо с друзьями, либо один захватить этот замок. Это было бы вообще шикарно, я с удовольствием буду в нее играть, ну, если такое будет. Но, думаю, до этого еще очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень далеко. Так что, пока что мы будем просто наслаждаться постройками, с вас 50 лайков, если вам нравится, и сразу я начинаю следующую серию снимать, потому что я, ну, многие просят, давай быстрее-быстрее побольше снимай серии, а я, ну, тоже, сами понимаете, если я все подряд начну снимать, то есть каждый, там, я могу и через час, в принципе, выпускать серии, да, ну, грубо говоря, но все равно и другие проекты хочется тоже снимать, и поэтому 50 лайков, и как только вы набираете 50 лайков, я начинаю снимать новую серию, то есть снимать, заливать ее, ну, это буквально, может, день, ну, максимум, это два дня может занять, то есть, то есть, не забывайте, что у меня еще жизнь есть, так что, дерзайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, я также до сих пор ищу переводчика английского языка, то есть, апдейты, апгрейды, обновления к играм, очень большие описания к играм на английском языке, то есть, допустим, если разработчики, ну, выпустили какой-то, ну, не туториал, а, описание каких-то предметов или чего-нибудь в этом роде, то есть, я, конечно, могу в гугл переводчик запихать и сам перевести и, в принципе, мне этого хватает одному, но мне нужен хороший перевод для того, чтобы этот перевод выкладывать в группе ВКонтакте и чтобы делать по ним, ну, обзоры, гайды или туториалы, ну, как по возможности, так что, ребят, дерзайте, если вы хорошо знаете английский и желаете помочь, то пишите мне ВКонтакте, то есть найти мои координаты несложно. Всем всего хорошего, чтобы разрушить этот замк, наверное, очень долго придется, но, блин, как же классно, очень круто. Всем пока!